как составили этот лист цели поехали основана задача смотри коротко 5-6 приложений внимание обратите 5-6 приложений пас нет зачем вообще создана эта вакансия очень важно чтобы мы понимали зачем это вакансия вообще мы создали и цель работы службы помощи клиента например удовлетворить все их запросы и жалобы в не более вежливой форме то есть мы например не видим что какой-то недовольный клиенте стало больше например недовольный клиент стали больше значит открывайте какой-то нибудь цель называть его доктор и называть его там менеджер по работам недовольных клиентов или менеджер по не знаю возражениям как угодно называйте его вот например зачем это за цена работы службы помощи клиентам просто служба помощи клиентам так называли вот который помогает им что их недоработки недоделаны или то что у них не получилось кто-то дорабатывайте их например предполагаемые результате предполагаемые сформировать от 3 до 5 специфичных для данной деятельности результатов ожидаемых от игроков а помните меня писали до несколько ожидаемый результат до этого же написали до от 200000 до 500000 увеличить и так далее это все ожидаемый результат пишите от трех до пяти пункт ожидаемый результат внимание это все выходит в лист целей они все должны быть в этом листе вы например да кей 3 1 декабря повесит оценку клиентам нашей работы и так далее так далее или дальше вы сами главные вводите напишите тогда будут понятно да основная задача это что определить зачем была создана эта вакансия второе предполагаемый результат от 3 до пяти пункт должно быть расписано какой результат хотим из этого цели из этого кадра что мы от него хотим ожидать дальше внимание профессиональные качества мы 5 8 пунктов надо написать просто на качестве души эффективно честно все к стандарты тот какой мы хотим какие у него качество должно быть это же его характеристика это его качество конечно он говорит нам что я такой сакой но мы должны убедиться что действительно ли он такой мы должны точно знать что этот человек действительно он такой а как это проверить создал 6 методика дальше он пойми поймем о могу нам сказать очень честны я никогда не врал я прямо это богом клянусь зубном и чё то он же могут такой говорит ночь а есть соответственно методика по которой мы можем его четко знали он такой или не такой да у меня работают в команде коммуникабельность добава дополнительность сверты получили с цели все бизнес-планом компании и листин сель сотрудников внимание вот это один из самой важной вещь вы хотите чтобы понять этот человек может ли найти общий язык сам с команда или нет пожалуйста внимание нужно проверить проверить с равного с равного скажем ли сели вот который как когда вы его с ним проводят вот это вы написали ли сели касательно этого позиция касательно этого функция то есть этого человека а потом сравнивать его с и бизнес-планом компании и сравнивать и чтобы это ли сели они сад должны совпадать с сотрудниками если сли сели совпадает с и бизнес-планом и других сотрудников у человека легко выходить в командной работы проще намного проще смотрели нет ли в них противоречий надо посмотреть что то что вы написали не было бы противоречий с бизнес-планом компании чтобы это все не было так вот затем точно также сравнить его с листом сели подчинение руководить будущего кандидата то есть мы этого возьмем например мы хотим нанимать сейчас скажем руководителя отдел маркетинга теперь его сравнивать если ли сели и исполнитель директора или с его обычными маркетологами очень важно чтобы это все было совпадало тогда будут единое направление да как матрешка слова матрешка хорошо так мне хорошо поле матер матрешка хочу такой матрешка если внутри они будут один как верблюд другой как яйцо 3 как бабушка 4 как дерево а матрешка не получится кто хорошо понял матрешка очень важной роль играет цели должно быть похоже так что в этом посту у этого маркетолога исполнитель директор чтобы эту компанию создал там родинник и тогда и нижняя часть подчинения они должны в одном точку быть все вместе бьют в одной точке все вместе ли сели надо сравнивать ли сели надо сравнивать ребята готовит кадры это сила наука это сила наука я знаю что много из них этих вещей все равно пойдете не делайте я это знаю но наступит момент наступит момент а потом однажды однажды кто-то через год кто-то полгода а кто-то из вас через три года придет к это понимание что мне нужно все-таки окраска троник вот тогда вы начинайте качественно подбрать команду кто понял вот когда конкуренция станет больше вам придется вы вынуждены будете искать качественную команду вот тогда это вам супер поможет очень сильно поможет вот значит вы меня поняли дали цели и здесь основные задачи ожидаемые результате профессиональные качества вот на это надо внимание обратно заполняйте ли сели сами чтобы четко понимать какие задачи решают ради чего вы его брать на работа и какие результаты хотите как и качество ножами дальше источник откуда его искать откуда искать такого человека пишите пожалуйста а мы понимаем что мы можем обращаться за помощью это кого знакомим и так далее друзьями так рекрутеры мы можем просто агентство разные этом кадровые агентства рекрутеры со стороны или у себя можем нанимать временно что он сидел у нас рекрутер и нанимал это искали рекрутингом занимался и так далее исследователи и так далее теперь каждый из них вот чуть-чуть вот такой 5 источник 5 лучших способ искать таланте внимание рекомендации из профессиональной сети а касса вот 77 процент люди большинство вот этого используют у меня к вам такой вопрос рекомендация один из самый эффективный поэтому кого вы знаете вот смотрите у кого из хорошей друзей хорошие друзья но они не бизнесмены хорошие друзья и хорошие эти есть такие как надо делать хотите скажу я это метод использую я вам скажу то когда знакомлюсь с этими людьми общаясь потокуру знаешь ли кого к нему такой человек как ты сам я бы хотел пригласить к себе на работу да мне нравится это человек и вопрос у тебя есть такие друзья мы согласны что у хороших людей с хорошей друзей так или не так хороший человек плохими людьми не будешь дружить ну так не бывает согласны и хороший человек дорожит своим имиджем он не рекомендует плохого я иногда людям говорю послушай у тебя есть какой-то такой знакомый как ты сам рекомендую мне пожалуйста хочу чтобы со мной поработал бухгалтер маркетолог кто-нибудь вот мы пожалуйста дай мне свой телефон или дай пожалуйста им визитка нашей компании пусть придут от тебе разговаривать мне было бы интересно я так делал я вам еще рассказал три кадра которые самые важные кадры какие и чар юрист богат я всегда это три человека так собираю с улицы не беру с реклама вообще не беру вот это три кадра я никогда не бросует с рекламы я их только через рекомендации еще через рекомендации и у меня на расстоянии мне удалось управлять компанией благодаря что эти ребята преданы это правда они действительно преданы что у меня в алмате что бишкеке что в ташкенте что в москве что таджикистане где бы я ни был я знаю что это три человек никогда мне они не продажники технику пиш если даже кто-то придет им говорю я тебе оплачу там больше они будут кратист они найдут тысячи способ чтобы аккуратно его отпустить но они не уйдут это очень очень важно кто мне хорошо понял значит от кого можете их брат хороших людей у вас есть друзей у вас знакомы у вас есть где-то где-то ведь только-только с кем-то пообщались ли послушал тебе есть какие-то такие друзей я я бы хотел бы брать на работу помните хороший человек никогда плохого не рекомендуют хороший человек никогда не дружит плохими людьми вот это очень очень важно это действительно очень важно дальше рекомендации из личной сети а это вот это хит хантер или как там называют у вас сейчас там сайте сети и так далее вот это личность сети и так далее приглашение рекрутера со стране можете просто со стране временно я для оксфорда так делал я нанимал рекрутера сам совсем от международного уровня они искали учителя не искали нанимали привезли все америке пришел учитель поработал неделю мне не понравилось аскад не пойдет все америке обратно отправили его сказать мне сказали то качество не только которые он отправили его обратно они мне нанимали другого и так далее ну должен заниматься тот кто это понимает это должен делать я же не знаю где их искать я никогда это не делал вот он нанимал наши это руководили нанимал рекрутера сетку откуда-то там не знаю все откуда-то и они делали этого я даже не знаю где-то рекрутер сидеть тоже не знаю дальше приглашение рассечера там или вы нанимаете у себя временно человека который будет сидит у вас прямо ваш компания упакует кадры уходит упакует кадры уходы распишите бизнес-процессы упакует кадры а потом уходит либо так либо приглашение рекрутура своей компании вот одно из этих все вот статистика которые показывают видите но больше все вот это классно подходит вот эта статистика которая есть можно так а сейчас еще есть компания которая я недавно встретил здесь одну девушку народу она коммерческий директор или роб можно называть коммерческий директор плохо косметики у нас одна компания которая беру косметика она такая крутая елки-палки классно девушка вот здесь турции супер продавец елки-палки так хорошо четко понимают как это я говорю по сути не хочешь прийти к нам работать она так смелось на грамме не сама гидвы это компанию прям карминска приманили до приманили из другой компании а я сказал как они это делали расскажи как они это делали узко однажды мне звонил говорит один человек вы такой такой человек такой такой вода вы работаете в таком-то посту да 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 ну от вас очень хорошие рекомендации очень хорошие отзывы так далее я очень хочу с вами встретиться у несколько очень хорошие выгодные предложения и так далее а когда потом говорит я встретился с этим человеком вы их на там где-то кафе и так далее на шоков кофе они мне показали новые возможности так далее потом говорит думал 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 долго но через три месяца опять мне звонили в общем конца к Через полгода я сидел, подумал, ладно. Как-то говорит, потом я смотрю, там у нас компания как-то чуть-чуть это неудобство создали мне. И я потом пришел сюда, говорю. Я сижу, думаю, вот как они это делают, оказывается, да? Там иногда просто охотятся за хорошие кадры. Люди охотятся за хорошие кадры. Это действительно так. Они сидят, вот эта Россия, чем занимается, это как снайперы, заказной. Я не шучу, это так. Это так, это заказной. Вы говорите, что мне нужен тот менеджер, который вон там в компании работает. И он ищет его. Приблизительно же люди знают. Говорят, послушай, я услышал историю, или я вижу, что какая-то компания как растет. Пожалуйста, найди мне вот этого менеджера. Они начнут искать его, как снайперы. Как прям охотятся за него начинают. Пока-пока его не поймать, не привезут. И такой тоже есть. Так что вы не думаете, что хорошие кадры, когда вы берете, никто за них не охотится. Тоже будет такое. Вы охотитесь, за вами тоже охотятся. Таково правило. Вы охотитесь и за вами охотятся. Поэтому надо сделать так, чтобы сотрудники были с вами вокруг не вашей, то есть деньги, не вокруг вас, а вокруг вашей миссии. Чтобы им нравилось то, что вы делаете. Чтобы человек говорит, ты знаешь, дело не в том, что там денег, а дело в том, что здесь я живу. Тут моя жизнь. Вот такое. Это очень хорошо помогает. Вот это. Используйте эту методику. Она мне хорошо помогает. Классная методика. Знаете ли кого-то, кто хороший маркетолог? Знаете ли вы кого-то, кто хороший продавец? Знаете ли вы кого-то, кто хороший инженер? Я так несколько хороших кадров в Таджикстане подбирал. Я встретил одну девушку, которая работала в какой-то международной организации. Я искал. Послушайте, вы не знаете какие-то люди, которые хорошо структурно работают, понимают. Она мне три хорошие кадра принесла. На самом деле три классные кадра она нашла мне. Очень хорошие кадры. Я пообщался, я же вижу человек какой. Очень классные кадры. А вот такие кадры очень нужны. Такие кадры. Поэтому везде соберите хороших людей. Что надо делать? Соберите хороших людей.